Здравствуйте! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня я хочу поделиться с вами вкусным и очень простым рецептом супа с домашней лапшой, курицей и грибами. Вот посмотрите, какой он получается. Такая вот лапша домашняя. Вот грибочки. Здесь мяско. Его можно приготовить и без мяса. Это уже как вы любите. Суп просто восхитительный. Очень вкусный. Резиненты я не стала снимать. Я их напишу под описание видео. Потому что все очень просто, элементарно. Сейчас я их еще озвучу. Для приготовления лапши нам потребуется взять одно яйцо. Мука грамм 70 плюс дополнительно грамм 30 для посыпки поверхности. Пол чайной ложки соли. Для супчика берем куриный окорочок, грибочки 5 штук, кусочек морковки, луковичку, ну и воды 2,5 литра. Соль, перец, лавровый лист. Все кладем по вкусу. Так что идемте готовить. Готовим лапшу. Вбиваем в миску яйцо. Добавляем пол чайной ложки соли. Взбиваем вот так вот вилочкой. И теперь добавляем понемногу муку. Замешиваем плотное эластичное тесто. Муку предварительно лучше просеять через сито. Тесто должно получиться таким довольно упругим и не липнуть к рукам. Вот как раз с одного яйца получится лапши на один супик, чтобы вот так вот приготовить и сразу покушать. Вот заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем минут на 15, чтобы в тесте набухлой клейковина. Так, водичка уже кипит, отправляем туда мясо. Убавляем огонь. И пускай наш бульончик варится. Итак, мясо кипит. Мы тем временем раскаляем сковороду сухую. Луковицу вместе с шелухой разрезаем напополам. И выкладываем на сковороду срезом вниз. Обугливаем наш лук на сухой сковородке. Шелуху не выбрасываем. Она должна быть. Переворачиваем на обратную сторону. Вот бульончик кипит. Да, с окорочка я обрезала кожицу, чтобы бульон получился нежирным. И теперь сюда в наш бульончик отправляем лук вместе с шелухой. Ничего страшного, мы потом его достанем и выбросим. Зато бульончик у нас получится красивого такого желтенького цвета. Все, пусть кипит потихоньку. Так, пока наш бульончик кипит, мы подготавливаем овощи для поджарки. Лучок нарезаем кубиками. Морковку нарежем соломочкой. Ну и теперь нарезаем грибочки пластиночками. Грибочки я промыла. Чистить не стала. Вообще шампиньоны я не чищу. Честно говоря, не понимаю в этом, в чем смысл чистить шампиньоны. Смотрю, некоторые хозяйки это делают. Я этого не делаю, потому что при обжаривании грибочки все равно темнеют. Ну вот и смысл, вот снимите вы эту кожицу, здесь беленькая, ну и что дальше. Я не чищу, хотите чистите. Смотрите сами, как вы привыкли, так и делайте. Так, смотрите, здесь у меня булькает бульончик потихоньку. Вот смотрите, какого он стал красивого желтенького цвета. Благодаря луку обугленному. Если будет вот такая вот пеночка, ее стоит ложечкой снять. Добавляем соль. Я кладу на 2,5 литра, пока пол столовой ложки соли. Потом буду пробовать на вкус. Тем временем вот готово наше тесто. Полностью, абсолютно для того, чтобы делать лапшу. Снимаем с него пищевую пленочку. Поверхность посыпаем мукой, на которой будем раскатывать наше тесто. Ликовина размякла и тесто начало немножко прилипать к рукам. Поэтому мы его еще раз хорошо обомнем. Добавляем постепенно муку. Теперь вот разделяем на две половины. И раскатываем все скалочкой в тоненький пласт. Чем тоньше будет пласт теста, тем будет тоньше и нежнее лапша в готовом супе. Итак, вот я раскатала два пласта тоненького теста такого. Пересыпаем хорошо мукой. Кладем сверху пласт второй. Разрезаем пополам. Пересыпаем опять мукой хорошенько. Кладем вот сверху и можем уже нарезать нашу лапшу. Нарезать тоненько можно, можно потолще, как вы захотите. Это уже все дело вкуса. Вот смотрите, какая получается лапша. На сковороду вливаем столовую ложку растительного масла. Выкладываем сюда лучок вместе с морковочкой. Помешивая, обжариваем наши овощи, пока лук не станет прозрачным. Теперь выкладываем сюда грибочки и помешивая, все вместе обжариваем. Пока готовятся овощи с грибочками, пробуем мясо на готовность, прокалывая его вилочкой или ножиком. У меня мясо уже хорошо прокалывается, оно мягенькое. И вот здесь уже начало отделяться от косточки. Я его вытаскиваю. Также поступаем и с луком. Достаем его из нашего бурьона. Все, что нам нужно было, он уже сделал свое дело. Вот наши овощи с грибочками. Вот как по мне, то все уже готово. Я снимаю с огня, а вы уже смотрите сами. Если любите более зажаристые грибочки, то доготавливайте еще. Отварное мясо разделяем на волокна. Отделяем его от косточки. В бульон возвращаем мясо. Кладем нашу поджарочку из овощей и грибочков. Смотрите, я картошку в этот суп не добавляю. Если вы любите картошечку, ну или как бы не представляете без нее супа, то смело кладите. Вот можно долить немного кипяченой водички, чтобы побольше было супика у нас. Потому что вода в процессе варки масса выкипела. Кладу сюда лавровый листочек. Водичка закипела. И теперь в кипящую водичку отправляем нашу лапшу. После закипания варим супчик 2-3 минуты. В конце приготовления добавляем укроп. У меня замороженный, вот он уже порезанный. Насколько он ароматный получился. Восхитительно просто. Вот уже в самом-самом конце обязательно попробуем на вкус. Ммм, вкуснотино просто. Ну вот и все. Супик наш готов. Можем подавать к столу. Ну что же, вот такой вот супчик у нас получился. С домашней лапшой, курочкой и грибами. Приятного вам аппетита. Спасибо большое, что готовите со мной, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, оценивайте мое видео. Пишите комментарии, их с нетерпением жду. И до новых встреч!